В ночь с 4 на 5 октября 1994 года в 0.00 часов и 23 минуты по сахалинскому времени жители южных Курил были разбужены мощным гулом и свечением неба. Земля уходила из-под ног. Так началось сильнейшее землетрясение, которое ученые оценили магнитудой 8,1 балла по шкале Рихтера. При этом колебания грунта на Шикотане составили порядка 10,2 балла, а на Кунашире до 8 баллов. Эпицентр землетрясения располагался на глубине около 20 километров под морским дном в 120 километрах к юго-востоку от острова Шикотан. Поэтому вся его мощь пришлась на этот небольшой и невероятно красивый остров. В результате землетрясения поселки Крабозаводское и Малокурильское очень сильно пострадали. Произошли обрушения зданий, дороги и коммуникации оказались разбиты трещинами и разломами. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Землетрясение вызвало сильнейшее цунами, которое обрушилось на прибрежные части населенных пунктов. Так, например, в бухту Димитрово вошла волна высотой около 10 метров, а на острове Зеленый были полностью смыты две погранзаставы. Субтитры создавал DimaTorzok и восемь на Итрубе. После этого землетрясения было зафиксировано еще около полутора тысяч авторшоков разной силы, и ученые отметили, что остров Шикотан целиком погрузился в океан на 60 сантиметров. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Уже пеших походов в Шикотан это просто какой-то кладезь. Здесь можно просто ходить, куда хочешь. Где-то дороги есть, где-то нет дорог. Вот по заросли бамбучника вот такие вот маленькие-маленькие. Это бамбучник. Много ирисов. Весной здесь, наверное, прикольно цветет все. И огромное количество ручьев. То есть таскать с собой воду особо, ну, наверное, даже и не надо. А разлом, вот он, начинается. Вот двиг идет почвы. Наплыв. А мы сейчас поднимемся вверх и посмотрим разлом сверху. Ну что, добро пожаловать на разлом титанический. Мы находимся в районе села Малокурильского на острове Шикотан. Вот его видно. Я нахожусь в одной из верхних частей разлома. Часть земной коры сдвинулась. Блок массив ушел туда. В сторону вот этой вот горы. Это вот гора Шикотан. Я только что туда спустился. Вон тропа. Практически на попке спускался. И почему я делаю вывод, что все-таки это действительно титанический разлом, а, допустим, необычная балка, по которой течет река. Во-первых, не характерны для этих мест склоны. Их видно, вот видите, ну, разорвало породы, пласты. И они разошлись в разные стороны. Здесь очень влажно. Здесь практически мало снега, но очень много воды. Вода, она размывает склоны, образует балки, овраги, лощины. Но и растителей здесь тоже много. Поэтому в основном это будет балочный такой вот рельеф. Очень хорошо видно вот по склонам сейчас балка, балка, балка. Вот здесь вот тоже идут характерные балки. То есть их видно сразу. Другое дело склоны, которые обращены к морю. Там идет мощная прибойная волна, которая тут же уносит отломанные обломки. А здесь произошло что? Здесь произошел сдвиг земной коры. Породы, которые лежали пластами, они разошлись в разные стороны и замерли. Образовались острова. Вот один остров. Там вот другой остров массив. Основной массив ушел туда. Но самое интересное, здесь есть еще один микроразлом. Здесь вот яма глубокая. И пошел разлом. Он небольшой. Глубину проверять я не стал. По понятным причинам. И он идет, 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 идет. И вот заканчивается вот там. То есть этот блок, он как бы тоже был готов обособиться, чтобы отойти. Но немножко сдвинулся. Вот. Здесь есть еще характерные формы. Сейчас я вам их покажу. Которые образовались отдельно, откололись в блоки. И они остались стоять. То есть вот такой вот он разлом. Тектонический, интересный. Это как раз является свидетельством того, что земная кора здесь подвижна. И землетрясения здесь бывают часто. Хотя вулканов на Кунашире, на Шикотане нету. Но Малокурильская гряда является тоже неким форпостом. Того, где формируется земная кора. Из актинической приходит актиническая в материковую. Вот обратите внимание вот на такие вот башенки. Как в Гранд Каньоне. То есть в Гранд Каньоне они сложены песчаниками. И очень легко размываются водой. Здешние породы, они достаточно крепкие. Хотя, я бы не сказал, что они магматические. Потому что это осадочные, это глины, скорее всего. Бывшее дно моря. Видите, как они образуют пласты. Обломки такой вот угловатой, почти квадратной формы. То есть видно, башенки какие-то образуются. Это вот все результат вот этой вот подвижки. То есть земная кора в этом месте взяла и немножко разошлась. Было бы, было ли внедрение магмы в земную кору? Это не уточняется. Потому что если на поверхность ничего не вышло, ну, значит ничего не вышло. То есть, возможно, внедрение где-то там было. А здесь, ну, здесь мы просто видим разрушение. Вот интересные башенки, которые я вам хотел показать. Которые в Гранд Каньоне Колорадо наподобие. Ну, я туда не полезу. Просто не хочу. У меня до теплохода осталось буквально считанные минуты, часы. Поэтому я немножко поторапливаюсь. Но пройтись, посмотреть, подняться на гору. Как бы это было святое. Поэтому мы это сделали. И те, кто сюда не пошел, они потом посмотрят в записи это видео. С большим удовольствием. Хотя вот там вот как будто бы отпечаток на камне. Пойду спущусь. Дурацкая идея. Ну да, это какие-то глины. Осадочные отложения. Вот они ломаются. Относительно легко скалываются, крошатся. Видно. Я вот на эту подумал. Думал, какие-то отпечатки будут. Ничего тут не нашел. То есть камень такой. В принципе, хорошо может разрушаться. Ну и видно даже по слоям, что были периоды обильного глинонакопления. Вот видите, монолит образовался. И были вот какие-то бедные участки. Прямо слой, 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 слой. Он выкрашивается мелкой такой вот крошкой. И они чередуются. Толстый, тонкий, толстый, тонкий. Так и вверх тоже. Тонкий, средний, толстый. Ну вот вся история, геология. Ну это морское дно, конечно. Давным-давно надо изучать, смотреть под микроскопом. Что здесь? Я думаю, может быть, вовсе известняка. Известняк не знаю. В общем, если знающие люди, мне напишут в комментариях, что это такое. И с чем его едят. Я буду крайне признателен и благодарен. Все, на этом у меня все пока. Я почапал на теплоход. О! Сфинкс такой стоял. Прикольно. Так, а как мне теперь отсюда вылезти? А? Дмитрий Валерьевич. Как вылезти отсюда? Врать быстро. Ой, не знаю, я не знаю. Как я тут оказался? Ау! У-у-у-у! Честная. Это же золотой корень. Ну, золотой, не золотой. Ну, у нас это называется радиола розовая. Ну-ка. Сейчас мы проведем маленький тест-драйв. да это он определенно это он ну кустик на весь чекать не будем одну веточку я ладно хватит этого ночей вали отсюда приперся она ехали и как я тут влазить буду стенка так что-то похоже на выход кстати солнышко сейчас вообще мажор ненько мажор ненько к вопросу о расположении разлома сейчас очень хорошо видно вот эти деревья они как раз приурочены к разлому и разлом прошелся прямо через вершинку вот этой вот горки вот как то так вот и 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